5 утра, Москва. Время для очередного видео, наверное, в стиле лайф. Огорь с огорятами у нас. Такая панорама от Pneumat 24. Разумеется, блокировать мы не здесь будем, слишком много людей. Пойдем в лесок. Так, начнем, пожалуй. Камера, полигон. И что у нас тут? У нас тут ножик перочинный, который к нашему видео совершенно никакого отношения не имеет. Граната зеленая. Она вон там, да? И граната красная. Еще есть граната черная. Как пишет инструкция, черная это со штрайкбольными шариками. Так, жвачка мешает. Красная с краской, зеленая с горохом. Ну, почти все логично, да? Горошек зеленый, краска красная. Далее у нас дымовая шашенька. Такая вещица. А что это за вещица? И для военно-спортивных игр. Ну, посмотрим, что это такое. И вот такая вещица. Тоже граната. Судя по всему, тоже с краской. Далее идет RGS-4. Нравится мне такая форма граната. И кто смотрел прошлое видео, вот эта сволочь не сработала. Заставим ее сработать, наверное, самой первой. Думаю, никто против не будет. Обязательно защищаем наши лапки. Я уже отогнул лусики. Маленчик. Хотя бы чуть-чуть. Ножечком. Для того, чтобы башку не снести. Это все-таки пластик. Хотя эти гранаты, они очень весистые. Очень прикольные. Очень прикольные. Прям какая-то харизма в них определенная присутствует. Как всегда, вы будете наблюдать все в две камеры. Уже кто-то ходит. Уже кто-то ходит. Пять утра, как я говорил. Полчаса назад было пять утра. Я не сразу это место нашел. Давайте сразу приступим к гранате, которая в прошлый раз нам подставила. Включаем камеру. Мейн камеру. И зажигаем. То есть, вот. Смотовое изделие, наверное. Ну что, можно имитировать выстрел. Ее вторая не взорвалась, да? Смотрите. Вторая не взорвалась. Это... Это косяк. Друзья, это косяк. Только не взрывай сейчас при мне. Просто не взорвалась. Может, они не должны взрываться? Как думаете? Хреновенько. Ладно. Будем думать. Ладно, давайте возьмем красненькую. Красненькой окрасим наше серое утро. Хотя она зеленая у нас. Врубаем камеру. В камеру не. В камеру не. Оп. Без проблем. Кольцо в лапке. Упал. Немножко. Ну, сами видите. Состав плотнее. Разлетелся недалеко, на самом деле. Может, метра два. Прошлая красочная граната сработала подальше. Звук, кстати, не очень громкий. Нам есть с чем сравнить. Это далеко не самая громкая граната. Но зато исправно сработала. Сработавшая граната лучше, чем не сработавшая гранат. Ладно, будем тогда нон-стопом пилить видос. Возможно, будем использовать звуковую дорожку с основной камеры. Потому что что, мне не нравится звук с нашего якобы GoPro. А до микрофона мы китайский купили, а он оказался не очень. Притом очень долго ждали. Что есть обидно и вообще нехорошо. Пахнет ворохом. Делаем сразу отрез и бахаем следующую, но он с топчиком. Ах! Что у нас там с камерой? Прекрасно. Я ее не выключил? Нет. Я молодец. Оп. Следующая вещь. Больше так убегать не буду, а то больно. Больно. Коленку-то поди разобрал. Хоп. Зелененькая. Это должна быть с горошком. По-моему. Горошек долетел. Смотрите. Больше пяти метров. Что можно сказать, если красненькая? Может просто не повезло? Краска слишком плотная. Видимо нужно было взболтать. Мощей-то хватает. Хороший знак. Что-то не остается. Классно? Мне нравится. Бахать так же. По звуку? Наверное так же. РГС-4. Это должна быть громкая. Да, она самая громкая из трех. Это повреждение от нашей гороховой зеленки. О, петарда не запахла. А это от вот этой громкой. РГС-4 громкий. Запоминаем. Нон-стоп, друзья. Нон-стоп. Это с краской. С краской они, по идее, должны быть, наверное, глуши. По идее. Что далеко не факт. Хоп-хоп. Так, съемка идет, я надеюсь. О, 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 о. А, если бы не убрал? Было бы... Вот мне в лицо летят крошки. Или краска. Повреждения посильнее, да? Видимо, за счет того, что физика корпуса по-другому работает из-за находящейся жидкости. Сделаем небольшой отрез, как раз по взрыву. Нам еще эта ткань пригодится для биляра. Для следующего нашего лайв-видео я его сниму прям, наверное, через полчаса. Если меня все-таки мулицинирой не заберут. Все, последняя граната. Кстати, многие сказали, что такой формат видео вам гораздо больше нравится. Как и обещал, будем его поддерживать. Обязательно. Разумеется, такие видео занимают очень много времени. Плюс, как вы сами понимаете, я немного рискую. Немного. Вот. Своей свободой, своим безупречным личным делом. Оп, пружинки какие-то. Горошек. Я так понял, в конце лета придем горох собирать. Стручковый. Какой-то дяденька идет. Надеюсь, мы его не напугаем. Камера работает. Дяденьки, явно интересно, чем мы тут занимаемся. То же самое, зеленая граната. Там наполнитель у нас какой? Ну, давайте это будет горох. Пойду. Камера готова. Дяденька, не бойся. Сейчас будет бах. Ах ты ж, не попал. Осечка, ребята. Запал, бахнул у меня в руке практически. А я дальше в процесс не пошел. Ладно. Не огорчаемся. Досчитаем до 10 раз. И два, три, десять. И начинаем жарить шашку. Дымовую. В прошлый раз я шикарно забравил шашку. Наш супер знаток шашек сказал, что меня за это надо бить. Шашка дымовая. Снимаешь? Снимаешь. Шашка дымовая. Не взрывайся. Прорывается с загом. Я так понял, ничего особенного нет. Докопаемся до сути. Ох, там кольцо было в виде шайбы, здесь кольцо в виде hello. В виде бумажной фигни. Просто дергаем. О, теперь попал. Поскольку я обезьянье лицо, я почему-то не посмотрел, сколько она должна давать максимальное отдаление. Если что, вот это моя рука. Давайте на фоне человека попробуем. Этот вот бегущий человек, это я. Фу. Она брызаться не должна. Воняет, фу, сжжена резиной. Думаю, вы поняли. Придорок красной краски, да, это я. Нестабильно работает, кстати. Фыкает, мыкает, пыкает. Погода безветренная. На этот раз дым пошел вверх. По протяженности видео, опять же, можно судить о протяженности ее работы. Это, по-моему, не будет взрываться. Некоторые взрываются очень. Берут и в конце бахают. Не сильно, но бахают. Ну, вроде все. Можете оценить масштаб трагедии. Ну, вот та побольше, покруче была. Она и подороже, наверное. Есть самая большая. У нас таких наличий нет. Я постараюсь поискать, показать вам. Все, друзья. Переходим к следующему лайф-видео. Ставьте вот эти штуки. Это нам, кстати, помогает, особенно поддерживает меня. Хочется рисковать. Не хочется рисковать, но люди просят, почему нет. Мы для этого и нужны, наверное, чтобы делиться с вами какой-то информацией. До новых встреч, друзья. Спасибо за просмотр. Лайки, заходите в группу, делитесь с друзьями. Особенно, если видео оказалось полезным. Спасибо за просмотр. Уф. Спасибо. Уф.